МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Раэль Низамов. Я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях нашего района. Сегодня в выпуске. В Баллах встретились волонтеры. В молодежном центре Ватан подвели итоги проектов. Танцы прошлых лет. В Баллах прошел бал Маскарад. На базе детского лагеря Иволга прошел третий слет волонтеров благотворительного фонда благодарения. Депутаты госсовета Татарстана Ирика Салихова. Здесь собрались волонтеры из четырех районов юго-востока Татарстана. Мероприятие волонтеров такого формата берет свое начало в 2016 году. И с тех пор оно стало одним из самых ожидаемых событий для школьников. Организаторы готовятся к нему основательно и ежегодно стараются внести в программу что-то новое. К примеру, на этот раз в слете участвовала рабочая молодежь города. Для нее были организованы мастер-классы. По итогам прежних двух слетов и отзывам участников можно сказать, что такого рода мероприятия необходимы и юным волонтерам они приносят большую практическую пользу. По признаниям самих ребят, это для них и общение, и знакомство с неравнодушными, и горящими одними идеями, людьми и обучение новому. На подобном мероприятии я первый раз. И для меня это незабываемый опыт. То есть, когда я увидел столько людей, столько незнакомых лиц, я завел много новых друзей. Они поделились своим опытом, рассказали то, что я никогда не знал. Плюсы таких мероприятий в том, что мы получаем опыт, который непременно нам пригодится в будущем. То есть, в школах такого нам точно не расскажут. На слете я уже третий раз. На самом деле, мне безумно нравится. Здесь всегда очень тепло встречают, очень хорошая атмосфера. Мы получаем огромный опыт и также крутые мастер-классы от замечательных спикеров. Мы очень рады, что мы являемся волонтерами благотворительного фонда «Благодарение». Форум дает уникальные возможности каждому из участников, каждому из организаторов и волонтеров данного взлета. Мы получаем огромное количество полезной информации, которая очень помогает нам в будущем. Самым главным является защита социальных проектов, а также получение гранта на их реализацию. Реализация социальных проектов для детей и молодежи в нашем городе, а также в нашем районе и по всей республике является одним из более востребованных социально полезных дел. Программа слета и в этом году была интересной и насыщенной. Ребят поприветствовали гости. Помощник депутата Госсовета Татарстана Эрика Салихова Айнур Камалеев, заместитель директора фонда «Благодарение» Рената Аюпова. Все гости пожелали ребятам успехов, поблагодарили их за активность и стремление совершать добро. Волонтеры участвовали в полезных мастер-классах, общались с интересными людьми, презентовали свои социальные проекты. Проект «Бавлинских волонтеров» в Горсовете учащихся занял второе место и получил поддержку от фонда «Благодарение» для реализации своего проекта. А гран-при слета достался отряду у русинцев. В этот день также наградили победителей конкурсов «Благодарность за доброту», «Бумажный бум» и самых активных волонтеров и их наставников. В отделе ЗАГС торжественной обстановки юным бавлинцам вручили паспорта. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. В день празднования профессионального праздника работников отдела ЗАГС семь подростков получили главный юридический документ и вступили в фору гражданской зрелости. Паспорта юным гражданам Российской Федерации вручали заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Ельмира Хуснулина и представительница отделения по вопросам миграции отдела МВД по Вавлинскому району. Паспорт гражданина Российской Федерации вручается к федературной Аделье Римовне. Гости церемонии произнесли слова добрых на опутстве и пожелали виновникам торжества быть добропорядочными гражданами нашей страны. В числе гостей были и представители Бавлинского отделения партии «Молодая гвардия». Начальник отдела ЗАГС Сирина Мурсалимова рассказал ребятам об истории возникновения паспорта, о том, что означает слово «паспорт», о правах и обязанностях владельца этого документа. По словам Альфреда Насибулина, младший сын которого Артур тоже получил в этот день паспорт, для каждого из них это важное событие, поскольку они становятся полноправными гражданами Российской Федерации. Сегодня для наших детей очень такой и для нас тоже замечательный, прекрасный день. У нас появился новый достойный, полноценный гражданин нашей Российской Федерации. Для многих родителей тоже очень приятный день. Все-таки, оглядываясь назад, вспоминаешь, какие они были маленькие, и только все думали, ну, подрастет, будет помощник. Время пролетело мгновенно просто. Такие красавцы выросли в нас. И сегодня, сегодня не просто наши дети, а уже граждане. Надеемся, что для нашей Российской Федерации, для нашей Родины, и вообще для нас, что красавцы, для нас, они будут очень хорошие, достойные люди. 1 января 2019 года в России появится новый налог для самозанятых граждан. Он вводится в рамках нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В Малом зале Дома культуры имени Мусаджалиля состоялся налоговый семинар, куда были приглашены индивидуальные предприниматели. Экоспериментальный проект планируют провести в четырех регионах – в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. В пилотном проекте могут принять участие и физические лица, и индивидуальные предприниматели. У нас в стране 82 миллиона трубоспособных граждан. Из них только 52 миллиона платят налоги и официально получают доходы. Поэтому необходимо цивилизованно, вежливо, без специальных проверок или штрафов помочь этим не платящим налоги людям бойцы в легальное поле. Для этого и вводится такой удобный инструмент. По словам Надежды Андреевой, пока переход на новый режим добровольный. Главное условие для индивидуальных предпринимателей – отсутствие наемных работников по трудовым договорам. При этом при переходе на спецрежим бизнесмены не теряют статуса индивидуальный предприниматель и не обязаны сниматься с учета в качестве ИП. Они сохраняют этот статус, но просто переходят на применение нового специального режима налогообложения. С приходом самого долгожданного праздника Нового года на центральной площади города появляются снежные и ледяные фигурки. Ведь это самое излюбленное место горожан. Дети с утра до вечера катаются на горках. Перед Новым годом здесь вырастает замечательный снежный городок. С каждым разом он становится все краше, все больше фигур появляется в нем. А в последние годы городок украшают не только снежные, но и ледяные скульптуры. Но некоторыми фигурками и творениями других мастеров бавлинцы любовались недолго. Так, например, мастера предприятия Водоканала слепили из снега главный символ наступающего праздника – фигуру поросенка. После возведения очередной фигуры ежегодной, в этом году этой фигурой стал символ года изображение трех поросят, дети близлежащих школ отнеслись не особо равнодушно. Подбегают они, начинают портить эту фигурку, ломать. Я конкретно не буду говорить, какие там дети, какой школы, потому что мы не можем так сказать. Не знаем мы, да? Хотелось бы просто обратиться ко всем школьникам, я не знаю, к жителям нашего города. Ведь эту фигурку мы делаем не для галочки, не ради Водоканала, не для того, чтобы нас похвалили и отметили. Мы делаем это в первую очередь для детей, для горожан. Многие, вот я замечаю вечерами, многие люди с детьми приходят, может быть, конечно, они иногородние, может местные, приходят здесь, фотографируются. Ну, это ведь кому-то все равно приносит радость. Вот ради этого мы стараемся. Но нас огорчает тот факт, что вот это вот все кто-то пытается сломать. То есть, ну, так нельзя делать. Я обращаюсь ко всем школьникам, ко всем там, я не знаю, директорам школ, пожалуйста, проведите работу со своими детьми, со школьниками, с учащимися. Ну, чтобы уж не ломали фигурки вообще по городу, чтобы не ломали, не портили ни елки, ни фигурки. Ну, люди стараются, люди стараются, не только Водоканал, все организации там, все предприятия стараются, делают что-то к Новому году. Чтобы город был красивый, чтобы людям было, ну, я не знаю, радостно, да, чтобы в преддверии праздника все чувствовали этот момент наступления Нового года. Пожалуйста, не ломайте фигуры, не портите елки. Индира Сайфулина, Эльмир Башаров, БРТ. В молодежном клубе «Ватан» прошло мероприятие, посвященное подведению итогов двух больших проектов «Мечты сбываются» и «Профмаршрут». Подробности далее. Ила мероприятия сама же автор проектов Елена Давлетова в рамках проекта «Мечты сбываются» будущих выпускников школы ознакомили с профессиями агропромышленного комплекса. Участники проекта вместе со специалистами Центра занятости населения выезжали в четыре сельских поселения – Александровское, Козыльярское, Сергаповское и Крым-Сарайское. Приглашенные главы сельских поселений, представители школ были награждены благодарственными письмами и памятными подарками к термокружкой и флешкой. Хозяева Альфир – Агапонова Кристина. Аплодисменты не разволкают. И Котов Аэр. Коллектив молодежного центра в этом году стал единственным обладателем гранта от профсоюза Татарстана на реализацию проекта «Профмаршрут». В этом проекте активно участвовали Центры отдела социальной защиты населения, отдел развития спорта и туризма, исполнительный комитет Бавлинского муниципального района и коллектив молодежного центра «Яшляр-Даняса». Вот такие символичные статуэтки – это рабочие колхозные статуэтки, известные всем. Но это у нас, так скажем, олицетворение профсоюзного комитета получилось. В конце мероприятия подвели итоги добровольцы района. Руководитель Центра развития добровольчества Бавлинского района Радель Галимулин поручил благодарственные письма активистам добровольческого движения «Мы за будущее». Слова огромной благодарности и признательности услышали присутствующий из уст заместителя руководителя райисполкома Эльмиры Хуснулиной. Айгур Хусанова, Артем Артемьев, БРТ. В Доме культуры Бавлов прошел балмаскарад «Зимние узоры», в котором принимали участие ученики 10-11 классов почти всех городских школ. Всего 17 пар. В зрелищном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Участники бала в течение почти двух месяцев разучивали под руководством хореографа Роман Ткачева пять танцев прошлых веков, которые принято называть историко-бытовыми. Полонез, подыграс, богемская полька, русский, лирический и, конечно же, вальс. Их ребята и показали жюри и зрителям. По традиции кульминационным моментом здесь стало объявление короля и королевы бала. Ими стали танцевальная пара Родион Балашов и Аделия Сальхова из школы номер два. Выбирали здесь и лучшую маску бала. Это звание получила девятиклассница Аделина Архипова из школы номер пять, танцевавшая в паре со своим одноклассником Александром Ковалевым. Приз зрительских симпатий достался паре Камила Мазитова-Руслан Шилов из школы номер шесть. Вадим Ихофизова, Игуль Хусейнова, Эльмир Башаров, БРТ. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Какая погода ждет нас в ближайшие выходные, вы узнаете из прогноза гизметио. А сразу после погоды смотрите новости на татарском языке. В субботу 22 декабря солнечно-небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 16, днем минус 14 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 80%. В воскресенье 23 декабря облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 13, днем минус 12 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. В торговый центр Павьянерской 4 поступили холодильники Позис. Производство город Зеленодольск, Татарстан. Газовые плиты Гефес, производство Беларуси. Посуда Кукмар, производство Татарстан и многое другое. Имеются подарочные сертификаты и акции. В магазине важная мелочь. 10% новогодняя скидка на весь ассортимент. Ждем вас по адресу. В Ингрессе 52 с 8 до 18 часов. Скидка действует до 15 января. Стоматологический кабинет общества Зубастик оказывает следующие виды медицинских услуг по адресу торговый центр ЛАЕК 3 этаж. Лечение зубов с применением композитных материалов высокого качества. Исправление нарушений перекусов у детей и взрослых с применением ортодонтических аппаратов и брекет-систем. Прием по предварительной записи. Транспортной компанией требуется тракторист категории, разрешающий работать на экскаваторе. Машинист по ПДУ 5-го разряда. Слесарь по ремонту автомобиля 5-го разряда. Обращаться по телефону 8 932 850 47 44 8 35 32 453 653. Исамсыз еферда хабарлер студияда эндері сайфуліна шығарылышының түп темалары. Оул қужалығы тормағында молларыны қышлату дөві амите. Қызметті өткен ғомер 40 илдан артық механизатор болып ұшылу жинелмі. Молларыны қышлату шүрі дөві амите. Райын құжалықларында бүгін төлікке бір соғым сұйырдан 10-14 килограмнан артық сүт соуыла. Тек бұх әл оул қужалығының түрлікшілік тормағында бігіректі сүтшілікті әшілі өшілерге тұнышландырға мүмкінлік бермей. Бігіректі мүгізлі үре түрліклерінің борш санын артыру, бұзауларыны сақылап қалу, түрлікшілікті нәсел үшін яқшырды. Хызмәткә түлі ғам қадырлар әзірлі өмеселелерінде проблемалар ең түгіл. Бізнің түшіру түркімі Бәкір Кристиян фермер қужалығында бұлып қайтты. Районның оул қужалығы ғам өзіқтілік идарасының ұначәлінің фәрит қияны сүзлеріне қорағанда, түрлік ғасыраушы ғужалықлар қышлату үшіріна негізді жауаптылық білен әзірленген. Также среди своих заводов у нас КФХ Садыков, тоже небольшой объем он собирает. Также по мелким хозяйствам, по личным подсобным хозяйствам у нас идет сбор молока Сабиров, Минулины, КФХ. То есть они уже сдают в Ульяновский молочный комбинат. То есть у нас сбор молока тоже нормально, стабильно идет. На адой у нас на сегодняшний день на одну корову 11,4 литра примерно идет. На сегодняшний день по коровам по голове 3053 головы. На сегодняшний день сейчас у нас и рацион мы рассматриваем, анализы делаем, анализы крови все вот это производим. Поэтому для зимовки скота это очень важно. Сейчас молоко у нас зимой падает немножко, да, цены немножко стабилизируются. То на сегодняшний день, конечно, у нас цены на молоко пониже, чем позапрошлым году. Позапрошлым году очень высокие цены на молоко были. В прошлом году сильно упали, вот в этом году началась стабилизация немножко по молоку. Литр молока в среднем стоит крупное хозяйство, они могут диктовать свои условия немножко. Они до 20 рублей сдают молоко. Ну а мелкие хозяйства уж, конечно, они там где-то 17-16 рублей. Корма хватает, да, потом мы еще веточные корма собирали. Вот сейчас хвойный корма для витаминов немножко идет сбор. Допустим, у нас веточные корма для телят, это очень тоже важно на сегодняшний день. Это как бы и минеральные какие-то вещества нужны, и витамины, и все это, чтобы они не болели. У них телят, чтобы у нас иммунитет сильный был. У нас веточные корма для витаминов, и витаминов, и витаминов, и витаминов, и витаминов. Голову в 32. Сколько молока получаете? Молока в сутки 700 литров. Получается на голову это 9 литров. Зимовка нормальная, корма хватает. Солома пока есть эта. Счена тоже много. Счена побольше, соломы поменьше, конечно. В этом году соломы мало было. Но прошло год не соломый ешь, на зиму хватит. Юрий Безинов 30 илга яқын тірлікшелекте ашли, ишлеуде урында она түрлі ишлер бошқарырға датуру келген, ауылда ешап, фермада ашлепті, йоқшы хызмет хақы олып ешебіздей ол. Достойно, сколько не скажу, конечно, но достойно. Никто не обижается нашу зарплату, он вовремя дает и премии выделяет. Деревене можно работать. Тірлікшелек тормағында шығылы нөшлер олдында молларының бош санын арттыру, бұз олларыны соқлап қалу, тірлікшелекті нәсел ешін яқшырту қам, кадрлар әзірлі көвік мәселелерді ұйықты күл. Индер Сайфулина, Элмир Башаров, Боулы телегенесе. Оул хұжалықлары хәр бақытта да күшілі, үшші құллар біләңгіне олға құрап отлы ела. Олдағы сұжыты біз героя да қырығыш жылдан артық механизатор бұл бұшылы үші Илдар Халиулин тұрында. Бүгінгі күнде Бәкір Кристиян фермер хұжалығында механизатор бұл бұшылы үші Илдар Халиулин мектепті ұқылан бақытта ұқ техники білән қызықсына башылай. Оныншы сыныфыны тәмамлағанда оның құлында мошина үрті танықлыға бұла. Ол мектепті ұқ тракторист механик үнерінді өзләштіру ғейірше. Илдар Халиескару ұлы бошқа әштастырі көбі қиңлон екені бұл 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 үшінгіріп, қамшahanай ұқызықсына бұл бұл, оның ұқызықсын жетіп, өз бұл 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 бұл, қамшан шұлага бұл 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 бөл кsels Freeze ил dәнде. Продолжение следует... 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 Безьярод канал по сырине Всего доброго и до свидания